все дочка ты мне всю грязную работу на себя взяла но зато уже теперь будем босиком ходить уже не бояться вымазаться девочки делюсь лайфхаком часто задаваемые вопросы допустим прямой привод или не прямой привода лайфхак лайфхак берем опа опа скрутили всем доброе утро сейчас у нас пол восьмого утра на улице рассвет а я не сплю потому что я монтировала видео выкладывала вам ночью я еще не выкладывала ни разу видео надо же когда-нибудь начинать пью кофе вот такой вот рассветик у нас всем доброе утро я такая утром вам сняла рассвет короче я сначала долго не могла уснуть потом смотрю мне вывелся мое видео я села пока опубликовала его и в общем в 4 часа вот это вот я не спала еще в пятом часу и в общем до рассвета не спала сняла рассвет спать не хотела кофе тут сидела пила потом что-то немножко примерзла думаю пойду под одеялком полежу хоп и уснула дочка проснулась садик дыню отвела уже я что-то выспалась короче говоря сейчас уже проснулась уже можно сказать еще один раз и уже кофе выпила в общем взбодрилась короче говоря сейчас пойду за своей машиной то моя машина осталась по адресу предыдущему она мне правда там стоит на территории там все охраняемое но дело в том что ешь нужно заводить это хорошо что у нас плюсовая температура было бы минус уже давно нужно было бы ее пойти и прогреть завести а то аккумулятор сядет я кстати не знаю заведется она или нет вот ну и заодно магазинчик там заскочу в общем погнала я а потом приду и будем что-то делать буду вам рассказывать показывать чем буду заниматься сегодня ну вот машинка моя завелась сразу и мне повезло машина простояла две недели она простояла на территории предыдущего адреса но закрытая территория охраняемая поэтому я не парилась и боялась я что она не заведется все-таки зима ну так как у нас плюсовая температура аккумулятор не сел и завелся очень хорошо я рада счастлива я уже сходила магазин там прикупила хлебушка там фаршика буду чего-нибудь готовить сегодня сейчас я машину прогрею хорошенечко и поеду парковать ее где-нибудь там поблизости возле дома может на территории может рядом в общем посмотрим как получится потому что мест днем свободных нету вот так что я рада что я завелась девочки ну что мои хорошие я прибежала домой и я не знаю честно говоря за что вперед хвататься тут надо бы искупаться голову помыть и нужно быстренько готовить кушать я думаю что сейчас быстренько все порежу закину в мультиварку и она будет пока готовится я тем временем пойду и искупаюсь голову помою общины успею пока это будет вариться вот чем все таки хорошо мультиварка что не нужно стоять над печкой там помешивать убавлять прибавлять здесь программа уже задана и все в общем короче что я сегодня собираюсь готовить а я купила фарш куриный филе бедра без кожи без ничего чистая мякоть из бедра полкило я положу на овощной рагу а полкило я сразу потом приготовлю котлетки потому что морозилки нет у меня сохраниться не будет котлетки еще могут день-два там на балкончике постоять жареные в общем я мультиварочку положила вот полкило сейчас фарша луковичку порежу добавлю туда добавлю туда растительного масла чуть-чуть и поставлю на режим жарко на 10 минут а потом вот эти все овощи я порежу кубиками добавлю туда чуть-чуть водички соль и поставлю на режим суп там на 40 45 минут вот что у меня здесь картошка кабачки немножко цукини синенький болгарский пи этот баклажан у нас синенький называют вот кусочек перца есть в общем все что мы покупали в ленте еще неделю назад она все хранилось нормально но я смотрю что уже она хочет чтобы его быстренько уже приготовили и поели чтобы не пропало буду готовить но неделю похоронилась что-то мы ели там на пару делали сейчас я решила эти овощи уже все сразу приготовить чтобы они уже дальше не лежали купим что-нибудь свеженькое у меня тут света наверное недостаточно в общем-то ну или что я вам скажу пока я буду вот это все резать в этом интересного ничего нет потом вы это уже в общем то видели и как я это готовлю повторяться и не буду я думала вам рассказать пока готовлю что-нибудь другое но в любом случае я буду включать воду я буду резать тут ножом сейчас она включится еще на режим жарко бочк ворчать и будет плохо все это слышно поэтому я сейчас уже все это порежу позакину а потом уже искупаюсь и потом уже я вам если меня никто не отвлечет если дочка не прибежит час она умотала там по каким-то своим делам вот тогда еще что-нибудь вам расскажу что-нибудь у меня есть планы вам рассказать но это я расскажу уже потом вот сейчас поуправлюсь я хочу побыстренького с этим управиться чтобы уже быстрее освободиться девочки ну вот я приготовила хотела сказать овощной рагу а потом думаю елки соусом не назовешь овощным рагу не назовешь потому что она с мясом а что это за блюдо я не знаю короче говоря фарш с овощами называется мое любимое да это наше любимое блюдо а название придумайте сами я не знаю как называется мне все равно как называется главное что вкусно я придумала а уже дочь я придумала ну все она сидит кушать наяривает голодная прибежала и я сяду есть потому что тоже уже очень голодная всем доброе утро сегодня новый день и новые дела появились сейчас пока у меня появилось немножечко времени я решила рассказать вам как выбирать стиральную машину я обещала и подписчики мне уже об этом напоминают но я хочу вам сейчас рассказать не про свою машину которую я выбрала потому что у меня свои предпочтения у других людей свои предпочтения про свою машину я расскажу вам отдельно это уже будет просто отдельное видео не влог и тогда расскажу какую модель я выбрала почему я ее выбрала и чем она мне нравится и что в ней такого есть и что она умеет а сейчас я просто вам хочу рассказать в общих чертах как выбирать стиральную машину если кто еще не знает я уже говорила что я работала консультантом бытовой техники в магазинах с бытовой техникой я продавала крупно бытовую и мелко бытовую технику в общем-то разных брендов и в общем-то уже имею большой опыт общение с и с покупателями и знаю хорошо технику что на себя представляет потом я вам хочу сказать по отзывам покупателей вот люди приходили допустим выбирали уже какую-то машинку я у них спрашивала какая у вас была а чем она вас не устраивала что в ней не так было почему покупают новую поэтому отзывы которые я слышала непосредственно от покупателей это уже вот такие конкретные отзывы это совсем не то что пишут в интернете потому что когда я в интернете хочу почитать какой-то отзыв о какой-то там техники которую ты приглядела да я вижу что там много пишут отзывов недостоверных то есть мне кажется там знаете конкуренты на конкурентов еще пишут отзывы какие-то плохие отзывы там есть такие есть такие отзывы где пишут какие-то вещи которые совершенно в данной технике вообще никакого отношения не имеют ну то есть там просто вот такие вот лишь бы написать и все может с какой-то цели пишут не знаю поэтому я бы отзывам не стала бы особо доверять которые там вот в интернете находится ладно давайте ближе к делу значит первое что я вам хочу сказать когда вы приходите за стиральной машиной вам во первых нужно сначала определиться какие габариты стиральной машины вам подходят потому что в зависимости от того куда вы будете ее ставить может быть у вас там совсем мало места и вам нужно будет вообще узкую узкую выбрать стиральную машину вот как например дочка где у меня жила в квартире вот которая первоначально еще была и и там очень маленькая такая площадь и как бы вот в кухне так все было уже понаставлено что стиральную машину мы могли поставить уже именно вот возле мойки и главное мойка 50 на 50 тут уже идет стол а тут уже идет стена и вот такое небольшое расстояние а там уже дальше дверной проем и в общем могли мы поставить туда только самую узкую стиральную машину которая бы у нас уже забирала бы от мойки какое-то место то есть если мойка 50 ну допустим там ну уже 33 сантиметра 32 сантиметра глубину мы могли поставить и то нам пришлось под мойка дверь снять но чтоб туда хотя бы какие-нибудь там пузырьки поставить моющие средства под низ и она уже стояла у нас торцом к мойке в общем вариантов не было но из таких узких стиральных машин в принципе я хочу сказать бывают там бренды в основном индезит candy л джи по моему там уже на 40 сантиметров идет но 40 нам было многовато уже поэтому мы искали вот так не больше там 34 сантиметров в таком районе поэтому выбор невелик и как говорится что дают то берите да ну а из того что дают что лучше не ну candy или индезит я вам хочу сказать индезитом вот уже столкнулись мы и многие люди тоже вот по магазину это самый дешевый такой бренд но не самый лучший конечно вариант у них и поломок бывает много но даже не в этом дело допустим она стирает но у нее мало возможностей естественно и там уже не управляете вы выбираете допустим ткань в которой уже заложена температура определенная и допустим обороты отжимов уже заложены а вот в той машинке которая у нас была там вообще отжим 1000 либо 500 там есть такая кнопочка но на 500 она вот как-то не снижала у нас она мне кажется она вообще на всех программах вот у меня такое впечатление на стирала все в интенсивной стирке хоть там деликатную ткань выбираешь хоть не деликатную вот она вся интенсивно все стирала понятное дело что у нас стирала но не очень деликатно потом время стирки там уже вот как установлена допустим если там даже чуть-чуть надо стирануть но допустим там какие-то детские вещи там чуть-чуть где-то припачкались и но все равно программа допустим там самая короткая час и все никак ты меньше ее и тона час она уже в холодной воде стирать то есть допустим если хочется в горячей воде но быстро постирать там уже не выставишь так обороты хочется снизить ты их уже не снизишь то есть вот уже такое ограничение ваших возможностей поэтому говорится но что взяли что что было то и взяли вот это что касается узких стиральных машин но стирать она будет стирать все равно в любом случае она постирает белье выполощет белье в любом случае это лучше чем все это делать руками руками сейчас по моему уже никто не стирает но если там какую-то одну вещичку можно там стирануть а вот такие вот стирки уже руками никто наверное не делай дальше возвращаемся к габаритам если у вас большая допустим большая комната ванная там кого-то дом там постирочная такая комната может быть есть если у вас есть возможность поставить полноразмерку это 60 на 60 по габаритам ширина кстати ширина стандартная 60 сантиметров у всех стиральных машин высота 85 сантиметров стандартная у всех стиральных машин они отличаются только глубиной все машины которые идут меньше 60 сантиметров глубиной они уже называются узкие но они могут быть там на 55 сантиметров на 45 сантиметров на 40 сантиметров еще уже это уже узкие все стиральные машины в полноразмерной машинке она будет более устойчиво меньше вибрации то есть они как бы считаются такими но уже глобальными машинками они уже там все идут подороже таких вот дешевых как-то среди них и нету там есть такая средняя категория ценовая и высокая категория ценовая премиального класса есть машины ну то есть если есть такая возможность значит возьмите такую машину и не парьтесь и все будет прекрасно да еще что хочу сказать по габаритам очень часто бывало когда люди приходят прямо каждый день такие люди приходили в магазин и говорили у нас вот стоит кухня столешница вот высотой 85 сантиметров а я хочу сказать стандартные кухни они делают так что под столешницей пространство идет 85 сантиметров и машинки все стиральные идут тоже высотой 85 сантиметров и вот представьте себе если у вас там миллиметр или два миллиметра не хватает вы уже не можете туда впихнуть стиральную машину люди приходили и говорили может быть есть там где со съемными крышками да хочу сказать со съемными крышками есть определенные какие-то вот бренды допустим там джи у них съемная крышка есть в индезитах некоторых арестонах там есть съемная крышка в канди по-моему есть съемная крышка но и практически все то есть выбора нет и допустим если вы хотите какую-то там такую технологию взять или какую-то машину а у вас нету выбора вам приходится вот искать именно то чтобы съемная крышка была значит какой вариант мы всегда советовали людям сначала нужно вам либо купить бытовую технику либо уже конкретно определиться с моделями которые вы будете встраивать мебель знать точно габариты и потом только заказывать мебель потому что мебель вы можете высоту столешницы изменить габариты мебели изменить проще а габариты бытовой техники вы уже изменить не можете вот если там они идут стандартные значит идут стандартные что касается встраиваемых стиральных машин очень очень маленький выбор но скажем так в моем магазине в котором я последнее время работала у нас было 100 стиральных машин на витрине из них только было две модели которые встраивали тоже выбор невелик все вот у них определенная загрузка у них габарит они идут уже там без фасада без столешницы но подразумевается что они будут встраиваться и дверцы закрываться фасад все поэтому многие люди просто предпочитают стиральную машину поставить в ряд вместе с кухонной техникой и все это под столешницу поэтому имейте ввиду столешницу нужно делать тогда чуть чуть выше но и или лучше вообще определиться с габаритами бытовой техники ну в общем то по габаритам вроде бы я вам все сказала теперь что что касается загрузки бывало такое когда люди приходили и вот допустим смотрели они не могли понять какую загрузку сколько вы стираете как часто вы стираете иногда вот люди говорили да в общем то 5 килограмм не хватит мне хочется хорошую машинку ну вот ну 5 килограмм допустим загрузка меня устроить вполне но я вам хочу сказать машинки которые загрузка 5 килограмм до пяти килограмм там есть меньше они в основном идут малогабаритные и во первых там же выбор невелик и возможностей у них меньше они идут в основном узкие и у них технологии упрощенные то есть там в основном бюджетный сегмент идем поэтому там вот какую-то вот такую хорошую технологию там чтобы она там не шумела и так далее при том что смотрите узкие стиральные машины они менее устойчивые то есть у них больше идет как бы вибрация и шаткость они не очень устойчивы тут же я у людей спрашиваю а вам приходится иногда стирать допустим одеяло может быть там какое-то пальто буховик что-то такое пледы какие-то крупные вещи ну да стираем иногда но смотрите ее можно конечно допустим этот плед можно запихнуть может быть стиральную машину 5 килограммовую но имейте ввиду вообще утрамбовывать белье в стиральной машине ну во первых нельзя не нужно этого делать потому что она не простирается вода должна проникать сквозь ткани для того чтобы нормально выстирывалась белье и выполаскивалась если вы берете машинку загрузкой скажем 5 килограмм то эти 5 килограмм подразумевается под режим хлопок только на хлопок идёт максимальные обороты и идет максимальный залив воды и идет максимальная загрузка белья следующее после хлопка программа идет синтетика и синтетику нужно закладывать уже на пол бы на пол барабана и допустим если у вас загрузка скажем 5 килограмм машина то где-то там ну три до 3 килограмм это уже можно закладывать синтетику то есть она должна еще лучше выполаскиваться еду должно больше быть пространство кстати на программе синтетика там уже обороты снижаются автоматически на в принципе на всех машинах есть регулировка отжима или нету то есть это я уже вам покажу на дисплее когда буду показывать свою машину как это все в принципе происходит когда есть дисплей то вы видите как это все происходит когда у вас дисплея нету просто программы стоят вы этого не видите и не знаете сколько там оборотов допущено допустим машинка сама она не допустит превышение оборота скажем на более деликатную ткань чем хлопок чтобы не испортить ткани и также температура максимальная ставится только на хлопок если там максимальная температура 90 или 95 градусов это только на режиме хлопка работает если вот у вас имеется дисплей и вы уже ставите синтетику то там уже есть потолок выше которого допустим температура не ставится скажем на синтетику для того чтобы вы случайно не испортили свои ткани то есть машина уже думает за вас и это все уже закладывается в программе что касается программа там машинка в машинках в которых есть дисплей то вы увидите что программа хлопок следом идет синтетика следом идет деликатные ткани эти три программы регулируется можно регулировать там допустим число отжимов оборотов сколько снижать и также регулируется там температура в некоторых машинках есть даже можно снизить время стирки если там уже есть какие-то спецпрограммы в разных машинах такие спецпрограммы разные где-то там спецпрограмма детское белье например где-то спецпрограмма например там спортивная одежда там либо пуховики ну что-то вот какая-то спецпрограмма то там вы уже ничего регулировать не можете там уже заложено определенное время стирки определенный уровень воды который там должен быть определенные обороты количество ополаскивание то есть если детское белье либо для аллергиков программа но она как правило детской аллергиков это одна и та же идет программа там дополнительное полоскание уже включено просто в программу и в таки и в такой программе там как правило на пола на ополаскивание идет больший уровень воды чтобы хорошо это выполаскивалось для детей для аллергиков часто задаваемые вопросы допустим прямой привод или не прямой привода прямой привод это только на лжи есть лучше это или хуже я вам хочу сказать принципе это не имеет значения есть машинки скажем тоже вот с хорошими оборотами чтобы не не вибрировала то есть там какие-то другие в общем-то идут примочки при бомбасы но уже скажем это вот такой вот своеобразная фишка да у каждого бренда есть какая-то фишка которые они продвигают и говорят что вот это вот благодаря вот этой нашей фишки вот эти наши стиральные машины вот они самые супер куперские в отличие других а другие как бы ничто но в каждом бренде есть какая-то своя фишка по сути все стирать буду я хочу сказать что касается прямого привода все прекрасно стирать она будет стирать будет хорошо ничего не скажу единственное что сколько было вот жалоб от людей это я просто уже не от себя говорю а именно вот от людей которые приходили за покупкой другой стиральной машины говорили иногда что и лжи не предлагайте она у нас была они она у них перестала стирать обратились они в ремонт ремонт стиральной машины оказался очень дорогостоящим потому что там идет мотор он сразу прикреплен к барабану то есть без ремня и поэтому если там идет перезагрузка машины какое-то там идет заклинивание барабана то в принципе вот если идет замена с мотором что-то случилось то идет замена допустим мотора там или вот этот ремонт в общем то мотор меняют вместе с барабаном но в целом получается это дорогостоящий ремонт но где-то выходит наверное на половину стоимости стиральной машины поэтому люди уже столкнувшись один раз с этим они уже не хотят как бы опять такую же брать берут уже с ремнем а с ремнем если там идет перезагрузка или заклинивание заклинивание не будет то там просто может допустим если ремень соскочит или может соскочить или он может порваться но стоимость ремня самого стоит всего там одну тысячу рублей то есть вообще там это все недорого стоит еще очень распространенный вопрос был разбирается бак или не разбирается бак но я вам хочу сказать на самых дешевых машинках баки неразборные на инвизите на арестоне там еще где-то на каких-то брендах неразборные марки но это уже продавцы знают на месте можете у них и спросить мотора в принципе спрашивают редко но и на самом деле в общем то моторы они как правило работают долго и ломаются редко поэтому так чтобы какие-то моторы определенные выбирали вот именно вот из-за того что там поломка не поломка такого вот нету да но есть инверторные моторы а есть моторы обычные я хочу сказать разница в инверторном моторе в том что мотор инвертор это бесщеточный мотор он работает на неодимовых магнитах и не имеет звука особенно свистящего звука при отжиме поэтому инверторный мотор он более долговечный и он тише работает нету вот этого лишнего звука поэтому как то вот если есть возможность взять с инверторным мотором то можно взять и с инвертором это будет лучше но если будет обычный мотор с инверторный потому что дороже стоит то берите обычный мотор как бы если вас не смущает вот этот вот свист звук при отжиме ну про это я вам вроде бы рассказала значит про узкие машинки мы поговорили про полноразмерки мы поговорили и сейчас я вам просто хочу сказать самый распространенный размер самый востребованный и больше всего где выбора и ассортимента это машинки глубиной 45 сантиметров в этих машинках уже применяются инновационные технологии современные там уже могут быть всякие разные такие там прибамбасы чтобы она там лучше стирала чтобы там тише работала более устойчивее так далее какие-то вот но более современные технологии они же также могут быть и в полноразмерках но полноразмерки я же говорю это могут поставить люди у которых большая огромная ванна либо комната такая специально прачечная комната вот как в частных домах бывают делают вот поэтому но и в обычных квартирах сейчас в новых квартирах допустим вот как новостройки сейчас уже подготавливают даже место вот угол именно под стиральную машинку на 45 сантиметров поэтому и в магазине тоже где у меня была сотня стиральных машинок большинство из них наверное процентов 80 стиральных машинок но 75 80 где-то процентов это именно вот размеров в районе 45 может быть 50 сантиметров глубиной и так как вот такое большое количество ассортимента там есть большой такой диапазон ценовой скажем да то есть от более продвинутых там где легче управляется время стирки выбирается и так далее там много всего программы какие-то там можете то делать можете это до самых бюджетных есть вообще такие вот так и где там вообще-то минимальный дисплейчик стоит меньше программ меньше управления подешевле которые да то есть уже вот здесь когда есть большой такой ценовой диапазон здесь уже вы можете выбрать уже по вашим средствам что вы можете подороже брать себе или может быть вам совсем бюджетненькая нужна машина поэтому выбирайте то что вы можете себе позволить но вот как я предпочитаю все-таки самые дешевые не брать машинки потому что все-таки самые дешевые машинки они как раз то и ломаются чаще всего хотя вам хочу сказать если вы взяли какой-то хороший бренд не дешевую машинку и вот допустим столкнулись с какой-то поломкой милые мои я вам хочу сказать я работала на производстве и знаю что такое вообще производство вот кто знает на любом производстве 3 процента брака это допустимо но есть какие-то бренды где они очень хорошо и добросовестно относятся к качеству где они очень переживают за свой бренд за свое имя и они там уже делают качество лучше и там может быть какой-то процент брака вообще дальше даже меньше одного процента вообще может такой быть в общем ребята если вам попался какой-то брак не отчаивайтесь не стоит писать прямо что вот не берите вот этот бренд там поломалась у кого-то машина все ну то есть такое может быть но такое может случиться с каждым поэтому но для этого как раз таки вот и есть первые две недели дается на проверку стиральной машины в любом магазине это уже по закону 14 дней то есть вы проверяете машину вообще если машине есть какой-то брак на самом деле то он выявляется вообще буквально в первые две недели или в первый год эксплуатации машины поэтому год гарантии дают на любую стиральную машину если она уже поломалась через год а год она вас прекрасно все стирала но это уже скорее всего не заводской брак это уже совсем может быть другая проблема это может быть неправильная эксплуатация кстати говоря читайте инструкцию и машинку эксплуатируйте правильно по инструкции потому что для этого инструкции дана чтобы вам машинка дольше прослужила вам нужно какие-то правила соблюдать не нарушать ну и еще я вам хотела сказать одну такую важную сетки вещи вы когда приходите в магазин а люди наверное многие большинство бытовую технику меняет не каждый день то есть не часто посещают магазин и бытовой техники просто я вас хочу вот например предупредить что когда вы приходите туда очень очень много консультантов которые ну как бы сказать они кто-то знает хорошо бытовую технику кто-то не очень кто-то может допустим вам что-то там наговорить что-то даже какую-то от себя тяну и у каждого консультанта есть свои цели все консультанты получают зарплату от продаж поэтому имейте это в виду и на всякий случай вам нужно быть подкованным почитайте о бытовой технике в целом какие-то технологии поспрашивайте может быть своих знакомых как-нибудь немножко подготовьтесь ну так же если вы уже разбираетесь как-то маломальские бытовой техники то вы можете характеристики почитать в интернете и уже выбрать какую-то модель и идти уже в конкретный магазин за какой-то модель в общем у них сейчас консультировать вас не дают вы слышите что у нас тут происходит одни соседи там что рабят другие там что-то сверлят поэтому такая консультация постаралась коротко сделать консультацию но как получилось так получилось в общем удачи вам в покупке вообще вы можете посмотреть мое следующее видео которое я уже сниму свою стиральную машину более подробно расскажу о каких-то других там технологиях о том о сём может быть это тоже вам как-то поможет сделать какой-то свой выбор но я вам просто покажу мой выбор если у вас какие-то вопросы по стиральным машинам пишите в комментарии я буду стараться ответить на все ваши вопросы ну на этом наверное мою консультацию я сейчас завершу в общем девочки у нас каждый день какая-то перестановка вот мы пока тут уже вот живем да и нам уже мы смотрим а нам комфортнее там что-то туда переставить что-то туда переставить и сейчас мы вот придумали что во первых смотрите мы рабочее место дочки перенесли на кухню вот здесь оборудовали ей уголок для того чтобы нам ночью с дэнни не светил этот экран когда доча сидит монтирует ночами допоздна потому что экран большой он яркий и он освещает как бы комнату ну в общем привыкли мы спать в темноте поэтому мы маму переселили на кухню бабушка тут тоже монтирует на кухне в общем тут у нас пока что вот наша рабочая так сказать зона вот вот это вот убрать и вот эти два шкафа они как раз таки должны по размерам чуть-чуть кстати будут выступать по моему да ну там чуть-чуть будет но они у нас убрать потому что они на самом деле должны держаться чем-нибудь вот там вот да и мы здесь пока не хотим штрафить все равно здесь будет шкаф купе стоять ну вообще этим шкафом как раз там и место прям предназначено прям его туда прям подготовили это место вот мне кажется как шкафы эти туда должны вписаться как к себе домой и там они должны и остаться наверное на все время ну потому что вот и как он как-то вот они мало того что у нас эти шкафы сделаны под заказ здесь такой специальный размер здесь у нас размер сколько не помнишь 30 где-то да там 30 может 35 сантиметров хотя вообще шкафы стандартные у них 40 глубина меньше как бы и не делают а это мы делали по цифре под себя под заказ под наш размер вот а там есть такая небольшая ниша и вот как раз туда мы хотим перенести сейчас эти шкафы давай вот так сначала это конечно виталийка бы надо бы нам даже надо будет его наклонить и наклон вот так вот выносить наклон а чё так не выйдет а чё так не выйдет вертикально нам тяжело будет его нести наклона мне кажется будет легче ты всё повытаскинула да вот эти вот у берега да они ничего не весят ладно а давай чуть-чуть на себя мне кажется так очень тяжело выдвинет тот угол вообще выдвинет вот всё да нет никакой фигмы войдите мам, мне кажется не надо опускать мы просто его не поднимем нам надо по чуть-чуть а он по чуть-чуть через дверь не пройдёт как муравейлишься точно? точно ты не видишь? тогда давай его вот сюда сначала подвинем сюда ехте львов ехте львов ехте львов ехте львов надо ноги убирай ах рука рука а чё у нас там плёнка запрекла ну ах ну сейчас открыла вроде ну это жесть конечно мы с тобой придумали самостоятельно вот это всё надо было бы брата дождаться но она же не терпячка слушай блин надо было чемодан убрать потому что ты свою розетку поставила вот она нужна розетка так опускаем я вижу по высоте но опускаем на себя да? да блин страшно ну если что мы его на пол просто положим всё страшно ну я думаю не должно быть мама не страшно у меня страшно ну не страшно Субтитры сделал DimaTorzok 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 ну кто-то же должен похвалить но кто кто как не я в общем знаток своего дела но трудись трудись если будет нужна моя помощь скажешь я помню смотрите чем селена занимается линолеум опять раскладывает опять этот линолеум но зато уже теперь будем босиком ходить уже не бояться вымазаться и дынька бегать будет туда-сюда вообще ну просто уже радость счастье радость счастья привалило и смотрится уже так вот хороши хорошо раз из коридоров кухню раз идешь и все отличненько ну завтра мы уже там подгоним какие-то уголочки там где чего не хватает доложим но главное сейчас вот это разложили и это счастье это счастье мы очень рады девочки делюсь лайфхаком так как у нас там проводочек от интернета но еще какой-то проводочек надо подвесить значит что я делаю но это мы можем временно использовать если пластиковая бутылочка есть вот например нашла я вот такую бутылочку сейчас данный момент чтобы нам провода не портить а подвесить нужно к стене я просто беру бутылочку так вот я горлышко отрезала и сейчас я хочу разрезать на вот такие вот полосочки небольшие ну примерно толщиной где-то сантиметр хватит и длиной достаточно будет где-то сантиметров пять к примеру вот так чтобы можно было сложить вот это вот на три части мне как раз подойдет бутылочки беленькой нету но какая есть нам надо сейчас прям срочно чтобы не не спотыкался провода и мы тоже нам нужно их подвесить мы подвесим сейчас их вот так ну пока возьмут несколько штучек пойдем вот сюда кладешь провод гвоздик вбиваешь сюда он висит в этой ячейки все поняла давай начнем отсюда может быть поднимем там провод просто повыше чтобы немножко вот он нормально хватило в угол зашел вот смотрите вложила провод тын тын а теперь вот здесь так вот прибиваю лайфхакер мама а потом мы можем на этот же гвоздик вешать простынку или нет мы и думаю да тогда давай эту же дырку красота ну вот и подвесили и провод целый и висит он на своем месте глубоко так вот можно воспользоваться таким лайфхак зато мы провода все подняли они у нас теперь висят вот хоть они висят некрасиво но это лучше чем под ногами чтоб не спотыкаться чтоб ребенок не споткнулся вот и все проводочки подвесили смотрите шикардосно как они висят вот смотрите как классно вот и все ну все мои хорошие линолеум постелили в общем довольно проводочки подвесили дочка мача собирается и убегает уже скоро садик за дынчик и надо идти остальное мы тут линолеум там уже где осталось там где-то по уголочкам это может завтра мы доделаем основное сделали вот видео мне по моему получилось очень длинным поэтому я это видео заканчиваю кому мы моё видео понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал кто еще не подписан и до новых встреч пока до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...